Мы продолжаем наши уроки. Те, кто могут быть онлайн, мы хотели бы, чтобы все-таки у вас больше было здесь, но тем не менее, чтобы присоединиться хотя бы онлайн. Мы с вами остановились на прошлом уроке. Мы с вами разобрали полностью еврейскую часть песни Кибру. Вот у нас даже некоторые слова. Я вас пытаюсь по вашему словарю и из него собрать нормальное количество предложений, которые вы могли бы собрать. Простых предложений. И вторая часть у нас была связана с множественным определением мужского, женского рода существительных. давайте посмотрим, кто из вас справился с каждой частью задания, какие были трудности, мы разберем и пойдем дальше. итак, кто, у кого получилось собрать предложения из нашего словаря. Начиная от итак, кто имя имя бабай лейпу талмит талмит бэвэй цефер ата деканьон ло анипы хану у кого такое получилось? Кто пытался очень сильно? Можно сразу составить? Сразу? Можно сразу. Хорошо, давайте тогда объективу да, сделаем, чтобы мы мы пойдем от З потом мы с вами вернемся к предложениям использования словаря. Итак, значит, З это у нас местоимение мужского рода. У мужского рода есть какой-то особый пример, по которому мы определяем что признание существительное мужского рода. У мужского рода. У мужского рода нету. У женского рода какие окончания у женского рода? отчет окончания и окончания у нас и и и и и пример и и и � и и и Мехонит, еще, студентит, дальше, ут, ханут, еще какие-то вспоминаются? Ханут, хорошо, идемте дальше. От. Нет, от, от в конце. От-кос. От-кос. От единственного числа. От-кос. От-кос. Значит, что еще? От у нас. У нас есть Мах-верет. Хав-верет. Ховерет – это тетрадочка с большой учебник, а ховерет – это маленькая такая тетрадочка, типа как там вот прошитый мини-учебник. Так, хорошо, значит, давайте мы идем по порядку, по лексике, которая вот здесь представлена, значит, давайте мы по три слова, значит, вы говорите мне указательное местоимение соответствующее и сразу говорите это существительное. Начнем с Юлия, давайте, Юлия, начнем с препятствием. Что? Мы с низкого первых сделали. Не, ну мы так пробежали, сейчас давайте по три на каждого. Все вместе. Зе Махшев. Зот Талмита. Все вместе. Зот Талмита. Зе Талмита. Отличительнее. Зот Махшив. Зот. Зот Махшив. Нах��. Махшив. Зот Махшив. Зот Махшив. Зот Махьавined. Зот Махер Деври. Хорошо. Первый раз. Первый раз. Хорошо. Включайся, попроси, чтобы тебя добавили в группу, и чтобы ты получил материал. Ярдена? Ханна о... Он говорит из Нема. Миссируйте. Ми. Ми. Ханна о... Ханна о... Ханна и Даниэла. Это имена Мальчиковые или... Маш папка сказала... Ми, Зо, так все вместе. Ми, Зо, Ханна, О. Даниэла. Понимаете, мы здесь то, что говорил Даниэль, мы не сказали здесь. Значит, Зо, Хамура Шельдани. Зо, Хамура Шельдани. Зо, Има Шельдани. Зо, Сейма Шельдани. Зо, Махбер Иври. Зо, Махбер Иври. Так, хорошо, я вернусь. Следующий, восьмой. Зе, Каньон. Все вместе. Зе, Каньон. Зо, Махлур. Зо, Каньон. Отлично, едит. Зот, Махбер... Зот, Махбер. Зот, Мехоник. Зе Цифер. Зе Цифер. Зе Абра Шельдани. Отлично. А теперь то все вместе. Значит, ЗОД МЕХОНИХ, ЗЕ СЕФЕР, ЗЕ АБА ШЕЛЬ ДАНИЙ. ЗЛАТА? МИЗОД, А, МИЗЕ, ДАНИ, О, ЙОСЕФ, ЗЕ, ДАНИ, О, ЙОСЕФ, ЗЕ, ДАНИ, О, ЙОСЕФ. Отлично. ЕЩЕ ОДНО. ЗЕ СУПЕР, ЗЕ СУПЕР, ЗЕ СУПЕР, ЗЕ СУПЕРМАРКЕ. ЗЕ СУПЕРМАРКЕ. ЗЕ СУПЕРМАРКЕ. ЗЕ СУПЕРМАРКЕ. Как говорят? СУПЕРМАРКЕ. Я ещё не слышу. Но, кстати, обратите внимание, что если вам тяжело читалось это слово, это говорит о том, что ваш мозг уже понял логику чтения на ивре. Слово это иностранное, и оно не подпадает под логику. Поэтому начинается как раз, ну, мозг начинает тормолить в этих местах, которые не попадают под его структуру. То есть он себе уже выработал, как читается. Мы занимаемся полтора месяца, и уже за это время у вас уже выработалось чтение. Теперь это качество осталось только просто увидеть и улучшить, чтобы вы читали вообще уже бегло. Значит, ещё раз, у нас ЗЕ СУПЕРМАРКЕТ. И последнее, теперь. Это ЗОДЛОГА. ХА. ЗОДЛОГА. ЗОДЛОГА. МА. ЗОДЛОГАМ. ЗОДЛОГАМ. ХА. МА. 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 ШЕЛИ. В конце у нас что, по окончанию? ЗОД. Угу. ЗОДЛОГАМ. ЭК. ФА. В. МА. ТЕЛЕ. ТВИСЬЯ. ЗОДЛОГАМ. По телевизору. Отлично. Кто из вас сделал электронные упражнения, очень классные упражнения? Да. Да, в конце. Да, в конце. Подлежащие, сказуемые, дополнительные. Так, значит, и еще важный момент. Если у нас есть шели, либо шель, это чейпер всегда, то это всегда в определенном артикле. Потому что мы не можем сказать, не указывая на чейпер. Итак, кто сделал это прекрасное электронное упражнение? Все получилось? Не успели. Не успели. Так, почему не открывается? Не стрелочка. Там только за последнего задания непонятно. Да, с карты. А, с карты. С карты. Это было на этой странице? Угу. Сейчас попробую открыть. С карты. Мне надо вам выдать, чтобы вы его сделали письменно, и я мог проверить. Сейчас мы по нему пробежимся устно, а потом вы делаете это письменно. Ну, печатать. Да. Сейчас я без сентября его выдам. Я не хочу бросить. Мм? Да бросить еще просто. А фрукбом и версию сайта? У тебя яблоко? Да. 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 Три точки. Нет. Вот наверху. Нет, нет. Три точки. Нет. Три точки нажми. Полная версия сайта. Версия для ПК. Пожалуйста. Видео. Да, да. Следует на грани Фантастартики. По этому я раздала свой. Думаю что он очень подправил. Так, все. Значит, давайте смотреть на пример. Значит, сколько можно это увеличить. Итак, значит, пример, он у нас указывает на какое место? Кайфа. Кайфа по-русски наявите Кайфа. Значит, и, соответственно, мы должны сказать, это город Кайф. Слово город на какого рода? Ир, значит, соответственно, ЗОТ ИР или АРИМ. Ир, АРИМ. Оно в числе АРИМ. Слово, значит, соответственно, мы говорим ЗОТ ХАИР ХЕЙФА. ЗОТ ХАИР ХЕЙФА. Слово город, оно выглядит, как мужского рода. Ир, по-моему, в числе АРИМ. И оно НЕКИВАЛ. ЗОТ ИР. Ир, АРИМ. Итак, на что у нас указывает сейчас? Какое? Так, а как оно звучит? ГАЯМ ГАТИХОН. Так, ЯМ, высокого рода, мужского, женского. Так, да, это море, внеземное. ЗЕ. Все вместе. ЗЕ. АЯМ ГАТИХОН. Все вместе, это он всех меня услышал. Все так хотят. Все вместе счет. ЗЕ. АЯМ ГАТИХОН. ТИХОН. В сути, вам надо выбрать только ЗЕ АРИЗОТ. Так. То есть, сюда просто записывать ЗЕ АРИЗОТ и все, и нажимать? Да. Нет, полностью фразу. Полностью фразу, да, конечно, сломка. А, я знаю. Вот. Итак, значит, на что здесь указывает одна? ФАРАШУАН. ХАРАЙ ЯАШУА. ХАРАЙ, это что у нас такое? Деревня. ФАРАЙ ЯАШУАН соответственно – какого рода? Мужского. ХАРАЙ. ЗЕ. ХАРАЙ ЯАШУАН. ЗВИТ ИШУАН. Все вместе. ЗЕ. ХАРАЙ ЯАШУАН. Только, извините, здесь не просто фар-я-шо — это название, а здесь зеленый ромбик — это у нас моша. Значит, зе-ха-моша-кфар-я-шо. То есть деревня Я-шо, моша-в — это вид поселения, здесь хозяйственного поселения, корпоративное хозяйственное поселение, в названии которого есть слово «дережь». Поэтому надо сказать «это моша-кфар-я-шо». Зе-ха-моша-кфар-я-шо. Мы же указали конкретное, конкретное место. Поэтому будет артикл. Зе-ха-моша-кфар-я-шо — это имя собственного. Поэтому к нему не добавляется. Итак, что здесь у нас есть? Тель-Авив. Угу. Что там еще к нему написано? Зон-ха-ир. Ха-ир. Тель-Авив — Яфа. Тель-Авив — Яфа. Яфа — это древний город. Про него еще написано в книге Йоны, когда он пытался уплыть от своих обязанностей. Очень древний город. Апельсины в Советский Союз приходили из порта Яфа. И Чебурашка приехал в ящики спорта Яфа. Да, Чебуабрашка. Вот. Соответственно, из нашей синагоги товарищ странный, да, большими ушами. Там, получается, через двоеточие Яфа. Через Дефис. Через Дефис. Да, Тель-Авив — Яфа. То есть, изначально Яфа был город, а на Атшибе Яфы далеко-далеко в пустыне построили поселение на 100 домов. Да, это называлось район, домашний район. Да? Абай. Называлось Шкурат Абай. Квартал, как бы, да, домашний район. Далеко не купили, построили такую СНТ-школу. И они провели, помните, знаете, эту историю голосования, кому-то достанется участок. То есть, они сделали ракушки белые и темные нашли. На одно они написали, на темных написали все фамилии. На сверху номера участков. И таким образом вынимали одновременно. И получалось, кому какой-то остается. Тель-Авив стал расти. И построили город, еще и город, а квартал с широкими бульварами. Бульвар там, который идет. Он начал расти, расти, расти. И поглотил город Яфы, древний город Яфы. Он его поглотил. И теперь есть агломерация Тель-Авив-Яфы. То есть, теперь внутри Тель-Авива есть район Яфы. Да. Ну, он таким красивым стал не так давно. А до этого это было прямо такое, ну, очень запущенный райончик. Вот. Потом его выкупили художники. Все. И сделали конструкцию. Теперь он красивый. С очень дорогим дельем. Жильема. В целом, Невецедек это другой район, я говорю тоже, типа, как Тель-Авив построили сам отдельно. Но, соответственно, Тель-Авив был первый, поэтому город называется Тель-Авив. А Невецедек теперь просто район Тель-Авива. Небольшой райончек. Показываю, где старые страны советские паспорты. Это город, естественно. Зот Хаир или Алифья. Так, здесь у нас что? Зелёный ромбик, это на цвесна. Зы, Ха, Мошав. Ха, Ца, Ва. Мошав, Ха, Ца, Ва. Не, Ха, Ца, Ва. Цева иначе пище. Зы, Ха, Мошав, Ха, Ца, Ва. Так, это у нас что? Фиолетовый ромбик, кибуз. Ганс, Шамуэль. Да, Слав, Шамуэль, да? Зы, кибуз, Ганс, Шамуэль. Да, так, убираем. Так. Это что у нас? Да. Это написано в самом... А что это самое первое? Гэй. Тобор. Хар. О, круто, вспоминаем. Итак, хар какого рода? Угу, соответственно. Зе, Ха, Хар. Ха, Тобор. Ха, Хар, Харим. Так. Заде. Заде, Букея. Заде, Букея, ответственно. Зе, Га, Кибуз. У тебя доступ к учебнику нет электронному. Фотографируешь, чтобы ты мог потом письмо это сделать. Или потом оброси девочек, где послали пинскрин. Чтобы ты мог им делать задание. Беседу скинем, ты добавишься. Беседу. Беседу скинем. Итак. Еще раз. Значит, это Кибуз. Зе, ага, Кибуз. Очень интересный Кибуз. Его основал Бен Гулион. И когда он вышел в отставку на пенсию, его не хотели принять на Кибуз. Ну вот, почитайте. Вышел премьер-министра, не пустили. Так, это у нас что? Бер-шева. Бер-шева это что у нас? Значит, соответственно, как у нас будет? Зо, ха, Бер-шева. Бер-шева запишите отдельно, это колодец. Шева это у нас сем. И шева это у нас еще клятва. То есть по-русски этот город бы назывался Семиколодинск. Да, там колодцы, которые выкапывал Авраам и Цеха. Ещё раз. Колодец. Шева это семь. Семь колодцев. Семь колодец. Вот такой обычный российский городок. Где-то в блинке. Так, давайте дальше. Что это у нас? Ир-бер-а. Бер-а это что значит? Столица. Бер-а это столица, Бер-а это пив. А там еще этот квадратик. Да, соответственно, это столица, как его значит. Значит, это город столичный. Ну, давайте. Это столичный город. Зо. Зо. Ир-бер-а. Ир-па. Ир-бер-а. 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 Ир-бер-а-сэфер. Ир-у-шалай. Соответственно, это вам написать. Всё проще. Да, прямо в учебнике, и мне придет ваш ответ, я буду просматривать и комментировать. Ир-бер-а-сэфер. Ир-бер-а-сэфер. А ну, у вас Таск. Таск, вы заходите. Не, понятно. А, клавиатура. Ир-сэфер с компьютера, с телефона понятно. Ну, либо виртуальная клавиатура, либо купить наклейки. Возможно, в книжном они продаются. Можно писать на Алиэкспресс. И можно заказать на Амазоне. Там прозрачные наклейки для яблочков. Потому что там, ну, чтобы подсветка сохранилась. А еще можно сделать выжигание на горбушке. Там, вот, посмотрите, кто выжигает лазером. И они вам любой язык могут щекать на клавиатуре. Нет, Амазка это будет ужасно. То есть, как бы, ну, на Алиэкспресс клавиатура стоит, там, рублей 50. Ее подождать долго. Вот. Она обычно, как черная или белая, непрозрачная. Я там прозрачный нашел. Напомните о том, что на ссылке у Герри Абрама. А вот если вы прозрачный, там еще разные цветы. Ну, да, Калилл Павиль. Ну, просто, если Apple, там подсветная клавиатура, она попадет. Если ее заклеить. Практически, у него не может быть так. Нет, причем, здесь нет подсветной клавиатуры. Ну, я здесь. Ну, серьезно, как бы... Не-не-не, не такая. А, имеется в эту самокладочку. Соответственно, вы заходите в раздел Tasks. И вот здесь у вас будет это задание. Ну, здесь у меня все, которые я бы выдавал. А чисто из учебника можно проверить? Нет, из учебника, тогда я не смогу проверить. А, почему? По какой бы странице у меня убежала? 16, да. То есть, если я бы здесь так сделала, это не высветится? Нет, ты не сможешь подать на проверку. А, окей. Тебе надо из раздела Tasks зайти. Ну, эти остальные упражнения непростые. Давайте не будем на них тратить время. Давайте попробуем от каждого из вас по два предложения. Добавляю вам время. От каждого из вас по два предложения из слов в вашем словаре. А зачем ты эти уголоку оставляешь? Я не знаю, я очень понимаю, что вы мне пишете, либо я каких-то моментов не пишу, что я прошу вас. Прозвращение через... Ну, пометки... Я не пишу транскрипцию, а именно... Ну, хорошо. Ну, в принципе, ты можешь на поля... Здесь у меня... Хорошо. Хорошо. Итак, давайте, я даю вам две минуты. Из каждого из вас два простых предложения. То есть выбирайте, тыкайте любым, на любое слово в вашем словаре, и у вас получаются предложения. Сочетание, в смысле, это... Ну, например, эйфо има о аба, аба баба байт, има вэвэй цефер, ги мора. Это прямо из лексики самого первого нашего урока. Где моя цитратка по ивлиту? Знаете, кратко по ивлиту «дома». Первый учебник тут на уроке. Самые простые предложения. Если ты совсем не знаешь молодого человека... Ну, либо «зод», либо «этэл». Либо «эли». «Эли»... кто эти такие? Что? Нет, это текст мы будем в следующем читать. Сейчас просто предложение из лексики, которую мы прошли. Давайте я вот так сделаю. В 10-й странице там было довольно много лексики, чтобы вы могли из нее... Допустим... Допустим, это школа или синагога? Это и школа, и синагога. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ты же можешь так и числа лучше писать... Не забываем ставить пробелы в мизинец эти словами. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил ДimaTorzok 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 Добавил Добавил DimaTorzok Добавил Добавил ДimaTorzok Эйфо за... Эйфо? А, Эйфо за Беканьон. Эйфо за Беканьон. Где это в таком центре? Втроп я не уверена, что я правильно составила. Да, давай. А они... Они... Да, я не ждала написать. Я хотела сказать, что я единственный студент в университете. Ну, единственная я хитя, но у нас не мог бы... Значит, это неправильно написалось. Ну, не слово, а перевод. Ну, единственная я хитя. Я хитя. Ну, они студентит я хитя в университете. То есть, вообще, единственный студент в университете. Я не знаю, я уже думала. Почему нет? Хорошо, тогда хорошо. Они студентит я хитя в университете. Я хит... Я хит студентит? Яхат это у нас вместе. Я хит единственный. Я хитя единственный. Я хитя единственный я. Ага. Я хитя. Они студентит я хитя в университете. Они студентит я хитя в университете. Угу. Отлично. Так. И давайте мы сейчас послушаем с вами диалог. И вы мне скажете пропущенные имена. Хорошо? Внимательно слушайте. Именно наслухниваю. Что появится эдварин? Да. Аа, это моё маховый? Нет. Ионит, это моё маховый. blues. Что происходит? Уже вы камgrund? В宿ке, как всегда. Что происходит貴 autour Ионит? Эйфа. Бабайт. Кмотамит. Кмотамит. Вэмах верат шэм. Наа. Второй части он. Наама. Эйфа. Весь классы происходит. Вэвэйд. Вэвэйд. Так, тут читает полностью предложение. Данил, не читаешь? Вэвэйд. Наама. Вэвэйд. Отлично. Дома письменно. Эту строчку. И электронная валинка у нас остается. Итак, давайте тоже по ролям почитаем следующий главок. У нас есть Ури и у нас есть Ана. А кто хочет быть Ури? Вариантов не так много. Либо Даниил, либо Даниэль. Роль мальчика как бы. Второй человек он еще пока не читает. Соответственно, остается только у тебя. А у девочек выбор есть. Кто хочет читать Зоанат? Ну, Ердена была первая. И, значит, какой у нас вопрос? Давайте прочитаем сначала вопрос. Ну, а потом начнем к чтению. И прочитай первый вопрос. Ури, Ло, Б. Так, и... А ты, Саратов, пожалуйста. Гу, Б. Итак, давайте начнем. Героя Ури, Ноченька. Героя Ури, Ноченька. Ага. 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 Тиюль! Тиюль Тиюль было Америка Это экскурсия Почему? почему? Ти Юль экскурсия, экскурсия, путешествия, лама, почему? так, соответственно, давайте теперь Юля отвечает на первый вопрос ури, ло, ури, ло, бе, 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 б Беттиюль, Беттиюль, Галиль. Галиль, на карте найдите Галилея, да? Регион. Итак, мы сейчас с вами познакомимся с десятью эзербеттианами. И, соответственно, каждый из них мы будем у него получать дополнительную видеоинформацию в конце каждой главы. И, значит, мы с вами сейчас начнем читать, словно, мы продолжим, как мы успеем. Вам надо будет сделать таблицу. Значит, первая у вас таблица будет миспарат, нонга, да? Дальше. Шем Шели. Потом. Габайт Шели, Б, Лия или Б. Значит, номер, да, этих ребят по порядку. Шем Шели, небольшое место. Габайт Шели, Б, чуть побольше. И Лия тоже небольшое место. Мы на каждого из них будем заполнять такую анкету. И, так, кто у нас еще сегодня мало читал, в принципе, все поровну. Кто хочет? Давай. Кто готов с первого читать? Кто хочет? Давай. Габайт Шели, Кипус, Ган, Шемуэль. Габайт Шели, Кипус, Ган, Шемуэль. Габайт Шели, Кипус, Ган, Шемуэль. Итак, первое. Шем Шели, Асаб, мне красивый самок. Шем Шели Асаб, Габайт Шели, Б, Б, Кипус, Ган, Шемуэль. Кипус, Ган, Шемуэль. Кто слышал все вычитаны, это был такой пророк Шемуэль. Ган, Шемуэль. Ган, Шемуэль. Тут все красиво. Ли Яд, Ли Яд, Аи, Маде. Аи, Маде. Угу, давайте почитаем следующего. Ну давай. Угу. Угу. Ягашула. Кетверия. Угу. Итак, значит, давайте, что мы здесь пишем? Здесь читаем. Здесь мы пишем шем? Тамар. Тамар. Тамар вообще это финик. Либо финик во веке. Эпальма. Тамар. Байк Шелидбе. Парьер. Мошав. Фарьер. Шо. Илья. Илья Тверя. Илья Тверя или Илья Акинеры. Теперь, значит, соответственно вы пишете. Кроме этого, вы с седьмой страницы распечатываете карту, или у кого есть учебник прямо на карте, обозначаете эти места. Первый, второй, третий, кто где из ребят находится. Эта страница у нас 19.21. Соответственно, вы заполняете вот эту анкету на каждого из ребят. Так, значит, у вас электронные задания, анкета и письменное задание, связанное с картой. Хорошо? Все, в следующий раз мы с вами станем искусствоведами и будем описывать картину на иврите. Вот эту картину, да. Что видишь? О, отлично. Правильно. Она так и называется. Картина называется. Серьезно? Да. Так, давайте нас чуть, буквально две минуты, мы можем прочитать еще одного товарища. Ну, давайте, еще одного, давайте, быстренько. На самом деле, он две минуты. Кто хочет перечитать? Больше? За Анварию. Я Гэль. Все очень просто. Хорошо? Все, так. Да. Останавливаем. Останавливаем. Субтитры сделал DimaTorzok